И всем привет ребят, с вами Старбайк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас пятница, выход новых обновленных вооружений и начнем мы сегодня все это дело с той комбинации, которая еще вчера была супер жесткая и супер крутая, но уже сегодня, быть может, абсолютно неинтересна и не нагибает в нашей игре. Сегодня мы поиграем на паладина рикошет и мы затестим одновременно сразу две комбина, а именно новый обновленный овердрайв паладина и рикошет с гелиусом, который занерфили, который должен теперь перезаряжаться дольше, ну и насколько дольше, насколько это чувствуется, насколько сильно он занерфлен, сегодня мы все это дело проверим, посмотрим как работает паладин без возможности защиты. От заморозки и поджога под овердрайвом, ну и заодно посмотрим вообще, как в этих кондициях все это дело получается. Есть ли вообще смысл играть на этой комбинации в матчмейкинге на сегодняшний момент времени? Это самое главное, что я хотел бы узнать из сегодняшнего видоса. Но если вам понравятся подобного рода видосы, если вы хотите, чтобы я в ближайшее время записал практически, либо даже не практически, а все обновленные вооружения, которые у нас произошли именно сегодня, обновления, то обязательно поддержите данное видос лайком, ну и конечно не забывайте подписываться на этот замечательный канал. Я взял, как всегда, по дефолту для паладина и рикошета кризиса, да, то есть я решил здесь ничего не экспериментировать, поэтому мы берем лучшую комбинацию, мы смотрим, что резистов от рикошета, но особо у противника нету, но мы выдаем баллон и... О боже, о боже, реально вот настолько долго перезаряжается баллон рикошета с гелиусом? Вот настолько долго? О боже, ну это же очень жестко. Ну, с таким рикошетом на гелиус, я думаю, что особо никто играть не будет. У меня вот есть такое ощущение, что с таким рикошетом никто играть не будет. То есть, грубо говоря, вы выдаёте баллон, и он у вас вечность перезаряжается, просто вечность. Если бить по резисту, вот, например, да, я дал фулл баллон по резу, газую на базу, это сколько? 10, даже, наверное, секунд 15, ну 10-15 секунд перезарядка полного баллона на гелиусе, ну это же жестко. А если вы выдаёте ещё баллон не в противника, а просто в молоко, тогда что? Что тогда? Что тогда? То есть, надо очень внимательно играть. Очень внимательно надо играть, чтобы была польза. Но против резиста, против резиста 100% это полная габела. Это прям полная габела. Против резистов на таком рикошете вы точно далеко не уедете. 7 килов. 7 килов у меня. Но здесь мне больше повезло, наверное, картой противникам. Но очень сильно чувствуется нерв. Прям мега сильно чувствуется нерв этого рикошета. Прям невооружённым глазом я вижу, насколько он ослабел. Сейчас ещё попробуем прожать овердрайв паладина, посмотрим, насколько сильно чувствуются эти 5 секунд овердрайва. Но я, который привык на рикошете с гелиусом выдавать побол баллона просто в молоко каждый раз, теперь уже не сможет это позволить делать. Потому что либо мы даём всю дробь в цель, либо ноль смысла в использовании этого рика. Но я даже вот так вот добиваю долго, да? Что касаемо паладина и то, что теперь он не защищает от поджога и заморозки. С нынешним балансом продувов. Ой, как он быстро сгорает. Ё-моё. Не, эти 5 секунд хорошо дают бонусы, если честно. Теперь прям, ну вот видно, что у тебя быстро заканчивается овердрайв на паладине. Меня это не может не радовать. Потому что я, если честно, уже устал от этих имба паладинов, которые просто вжимают овердрайв, ничего особо не делав. И просто уже на 2 шага впереди. Хотя вы просто что сделали, это нажали овердрайв, да? То есть вы не прожали ни какой-то гениальный овер, не сделали что-то гениальное. Вы просто нажали одну кнопку и получили защиту от статус всех эффектов. Плюс пробитие на противника, плюс само-хил себя и тиммейтов. То есть, ну, в моём понимании овердрайв паладина уже всегда, ну, уже на протяжении длительного периода времени находится в имбалансном состоянии. Почему его занерфили именно сейчас, для меня лично не особо понятно. Но, жига меня просто сбривает. 15 киллов пока что у меня в рамках этого боя. Но, пробуем, пробуем, пробуем. Пробуем выходить на прибыль. Пробуем сделать максимум из этой комбинации в новом её виде. Но чувствуется, что я могу сказать? Чувствуется, чувствуется. Чувствуется. На таком паладина реки, по ощущениям, большое количество игроков уже играть не будет. Ой-ой-ой. Ну вот, дефолтный. Дефолтный мой выстрел на рикошете с Гелиусом. Половина выстрелов просто в молочко. Так, но мы пытаемся всё равно доставочку сделать. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. Стенка доставки. Есть контактик. Попробуем сделать даже, может, досрочку в рамках этого боя. Таким. Паладинчиком лучше, конечно, прожиматься прямо возле самого респа противника. Чтобы у нас овердрайв не сгорел. Пустую. А то может овердрайв быстро сгореть. И всё. Так, противник доставку делает. Против фреза. Ну, очень неприятно. Прям мега неприятно. Хочется рикошет с пульсаром каким-нибудь. Получить. Оп, миночка сработала. Так, влетаем в базу противника. Вжимаемся. Сейвимся. По крайней мере, пытаемся сейвиться. Влетаем. И не улетаем, к сожалению. 20 килов за 5 минут. Но по очкам, в принципе, выглядит неплохо. Выглядит неплохо. Даже вот с тем... Вот вы понимаете, насколько это... Переапанная комбинация. Что даже при её нерфе... Даже при её нерфе... Она чувствует себя неплохо. Да, то есть с точки зрения именно очков... Она всё равно выглядит неплохо. С такой комбинацией. Да, понятное дело, что если бы я бы сейчас играл бы не на кризисе, а играл бы на другом дроне, то этот бы нерф бы чувствовался намного больше. Но... На сегодняшний день я считаю, что у каждого есть возможность играть на кризисе. Да. С тем, что у нас его уже выдавали сколько раз. И сколько было времени на прокачку. Поэтому я смело могу заявить, что здесь, как говорится, уже проблем практически, ну, наверное, ни у одного игрока в игре не должно быть. Так, ну, у нас 600 очков. Очень хорошее количество очков, если честно. Очень хорошее количество очков. Так. Пробуем ещё чуть-чуть. А теперь, знаете, как-то по ощущениям уже и не так медленно рикошет с гелиусом перезаряжается. Если просто грамотно действовать с ДА-шки потом в ДД-шку, в разрядку баллона, то вроде как уже и не так плохо по ощущениям. Да, то есть уже и успеваешь там и слить быстро противника. Просто чуть-чуть другой стиль игры должен быть уже с этим замечательным рикошетом. Ну и надо стараться каждый шарик чётко в цель накидывать. Так, я флаг скинул, он видит, надеюсь, что у него флаг над головой. Пробуем вернуть. Влетаем. Отлично, возврат есть. Доставочка 700 очков. Нет, доставочки нету пока, что овердайв у меня появляется. Доставлять будем. Надеюсь, что будем. Доставка есть. Шикарно. Так, ну попробуем ещё залететь. Попробуем ещё залететь. Попробуем уничтожить сейчас Хантера. Залетим здесь на эту хоре рельсу. Сразу раздачку овердрайва. Пока что аккуратно на ДАшке прокатимся. Можно даже поехать по респу. Викинг вжимает в меня овердрайв. Я, в принципе, здесь чуть-чуть на подсейве. Раскручиваемся. Но, блин, овердрайв паладина очень быстро заканчивается. Очень быстро заканчивается. Эти 5 секунд прям, ну, чувствуется. Я думал, что будет. Ну, примерно так, наверное, и думал. Могло бы быть, конечно, и похуже. Могло бы быть и похуже. Могло бы быть не 15, а 10 секунд. А если я не ошибаюсь, изначально у нас паладина оверка. Сколько работало по времени? Она же была больше, чем 20. Она же была еще больше. Или я ошибаюсь? Напишите в комментариях, пожалуйста. Я как-то уже подзабыл. Сколько у нас изначально была овердрайвена паладина. Так, знаю, что мне Харюк не набрил. Поп-поп-поп-поп. Ай, все равно слили. 3-2 счет у нас. 6 минут до конца. Противник уже начинает потеть. Против есть Твин с Пульсаром. Но по ощущениям Твин с Пульсаром бы тебя здесь явно в рамках этого боя бы показал намного лучше и интереснее. На мой взгляд. Хорошо, что он не успел поражать сразу. Вернее, не додумался поражать сразу ДАшку. Иначе было бы супер больно. Но противник у нас доставочку делает. Еще одна доставка. 3-3. Вот так вот быстро переворачивают ребятки игру. Вот так вот. На мой баллон. Разряжается в 7 шариков. Просто 7 шаров в Гелиосе. 7 шаров в Гелиосе. Но это очень мало. 6 шариков по сколько урона? По 300 урона? По 500 по без ДАшному. По 465 по безрезу. И по 250 по резисту. На 7 шаров. Это в сумме 2к урона. То есть, грубо говоря, я могу шотнуть легкий танк. Если он без реза. С ДАшкой. Ну, еще если крит не дропнет, то будет больше... Будет больше возможностей на реализацию. Но все равно. На сегодняшний момент времени есть безумно большое количество всяких разных интересных вооружений. Которые по ощущениям находятся явно в лучшем балансе. Нежели этот рикошет. Так, пробуем доставлять. Птичку вжимаем на нитру. Доставка есть. Овердрайв у меня даже еще засейвился. Я от штока до штока доехал. Овердрайва чуть-чуть еще было по проценту. Но если честно, да, под заморозку, под жигу особо сильно не попадаю. Поэтому не так сильно чувствуется. Единственное, наверное, то, что теперь тот же, например, Твинс с Пульсаром, да, он будет за счет статус эффектов, за счет критических выстрелов наносить поджог. То есть теперь, например, Паладин не будет сейвить от этого поджога. Но если там есть сама хил, то в теории, то все равно ничего особо сильно не меняется, если есть сама хил. То есть все равно он будет сейвить. Поэтому этот параметр, наверное, особо сильно никак влиять не будет. Надо как-то попробовать, будет затестить против Пульсарчика. Но на дистанции кажется, что 5 секунд. Но это не так не так уж критично. Не так уж критично. Вы видите, что я 1100 очков набиваю. И даже с таким нерфом комбинация это все равно себя показывает неплохо. Понятное дело, что здесь противник не супер жесткий попался нам. Но все равно. Здесь есть два резиста. Есть танки, которые я могу шотать. Есть танки, которые я могу не шотать. И условно, если бы у меня сейчас был бы старый Паладин Рикошет, то я думаю, что у меня бы разница была бы ну, наверное, в очков 200. То есть у меня было бы где-то, ну, сейчас 1400 по ощущениям. Да, то есть, но такой прям колоссальной разницы бы точно бы здесь не было бы. Я вот уверен в этом. Да, чувствуется нерф, но не настолько прям супер болезненно, наверное. Хотя изначально, когда ты берешь комбинацию, то ну, как-то как-то больновато. Как-то больновато, знаете. Ты так думаешь, что прям все очень плохо. Но на самом деле не... Ну, вот если бы сейчас был бы баллон, я бы его бы набрил бы 100%. По итогу не успел слить. 4-5. Начинаем проигрывать. Начинаем проигрывать. Плохо. Плохо. Могли выиграть очень хорошую катку. Попробую заработать здесь большое количество кристаллов. Поэтому надо исправлять эту ситуацию. Попробовать. Попробуем улетать вперед. Беред, вперед. Бежим, 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 бежим. Бежим. Две рельсы. Она еще и раздает овердрайв, понял. 55 киллов у меня. Две минутки до конца. Здесь, по идее, есть шанс выйти на какие-то 60. Спокойно, причем. рельсы на гелиусе присутствуют. Все так же. Хорошо. Можно их реализовать. Раздаем овердрайв. Сразу. А, ну вот. Вот поджог. Как раз таки. Но он особо сильно ничего не делает. Скажу я вам по секрету. Даже твин с пульсаром со своим поджогом особо сильно не роляет. Да, поэтому я бы, наверное, сказал, что это абсолютно не критичная вещь. Абсолютно не критичная. Да, то есть то, что теперь есть поджог и заморозка. Соответственно, этот иммунитет и от пробития это приятная темка. Пробуем увозить. Ага. Вот так вот, да. Этот молодой человек раздает овердрайвы. Вот это вот. Темочка. Доставочку сделаем. Ой-ой-ой. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Хорошо. Есть контактик. Паладинчик тоже раздается. Без аптечки остается. 50 секунд до конца. Есть ли шанс у нас на камбэчную? Есть ли шанс у нас на камбэчную? Тиммейт увозит? Не увозит? Да, увозит. Пытался по крайней мере увозить. 40 секунд до конца. Падаем на флаг. Пробуем делать по отбиралову. Меня уносит. Меня уносит Твинс без аптечки на пол хп. А, еще и противник доставляет последний флаг. По итогу с такой катки мы получаем 7000 кристаллов за 1300 почти 1400 очков. В целом, что я могу сказать? Что паладин, что рикошет чувствуется, что он занерфлен. Но, но, но все так же рикошет с гелиусом по безрезисту будет реализовываться. Будет не так плохо. Ну, а паладин с нерфом в 5 секунд должен теперь просто выжиматься более аккуратно и более грамотно. Да, то есть это вооружение, эта комбинация просто становится более сбалансированной, наверное. Да, то есть если еще вчера это была супер имба, то сегодня это просто ну, просто имба. Просто, просто менее имба. Более занерфленная темка. Пишите, что вы думаете по поводу паладина рика. Пишите, что вы думаете по поводу этого корпуса и пушки. По вашему мнению, насколько сильно чувствуется этот нерф? Поиграли вы ли вы сами на нем? Поддерживайте данный видос лайком, если он вам понравился. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно, не забывайте про мой личный тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике. Мой личный тег это тег Тимп. Установите его, поддерживайте меня. Участие в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. Все информации по розыгрыше есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.